Карина Александровна, с последних новостей предлагаю начать разговор Си Дзиньпина и Зеленского по инициативе украинской стороны, после которой есть повод вспомнить еще раз о китайском мирном плане. И более того, по информации, которую распространяет уже китайский МИД, Пекин направит своего спецпредставителя и на Украину, и в другие государства, чтобы провести какие-то консультации, ну и настаивать на том, что, как собственно было и в мирном плане, что в любом случае нужно прекращение огня и переговоры. Что думаете об этом? Во-первых, почему, на ваш взгляд, украинцы сейчас, что им до этого было не свойственно, но, во всяком случае, обратились в Пекин сами? И насколько перспективен вот этот вот китайский план? Знаете, поскольку не вы, не я, не имеем доступа к информации специального характера, и при всем разговоре, разумеется, не присутствует по понятным причинам, но у нас с вами есть возможности объективные факты, по объективным фактам и объективным составляющим реконструировать, почему этот разговор произошел, вот и о чем приблизительно он мог идти, и в чем заинтересованы каждая из сторон. Значит, то, что, давайте тезис первый. Во первых строках моего письма. Зеленский, несомненно, человек, как бы, он и его страна. Сто процентно зависим от доминанта и его помощи. Это так? Что у нас сегодня пока еще доминант, едущая с ярмарки, но доминант? Ну, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты и все транснациональные прихвысти Соединенных Штатов. Правильно? Что это означает? Если по внутреннему контуру украинскому обществу без всяких сомнений, без стыда рассказывают о том, что все цивилизации мира созданы древними окрами. Я сегодня давала на эту тему интервью, поэтому это постно, да? То есть по внутреннему контуру внушается, что лучше украинцев нет никого. Понятно, создаются новые идентичные. 40 тысяч лет назад вообще все, что человечество, кроманьонские человек и так далее, это все древние окры, а потом от этого откалывалось все остальное. А окры так и остались окрами, и вот они у нас сегодня в Украине. Это факт. То есть мы такие гордые, мы с длинными усами, чубами и прочее, прочее. И нам несколько десятков тысяч лет как минимум. Да, 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 40 тысяч. Ну тут это самое, плакаем в руки, их желто-плакитный. Заодно, как я понимаю, очень небедным человеком стал господин Плесов, который якобы занимается антропогенетикой вот этой вот. И который, я сама помню ее по интервью, правда оно не очень распространено, но тем не менее, который рассказывал, что это все древние тюрки, и вообще кроманьонский человек по-турецки говорит. Я не шучу, я говорю то, что есть. Я не придумал. Ну, я смотрел некоторые его интервью, просто не помню именно это. Ну, хорошо. Он дает это интервью, и там сидит профессор из Северного Кавказа. И вот они, значит, развиваются. Это ровно все то же самое, просто калька, только замените укров на тюрку, все. Вот, поэтому это все одна и та же схема. Но я сейчас о ее не хочу касаться. Я хочу сказать, вы помните, да, какое вот это вот уперменшество на Украине развивалось. Как они наказали китайцев, в том числе и кинули их на нематые суммы. Тоже как правление тех же западных союзников. И тем более удивительная такая инициатива со стороны Киева. Потому как китайцы тогда очень нервно отреагировали. Хорошо. Теперь я перехожу к конкретной содержательной стороне. Вот это вот нарратит, это контекст, в котором это все происходит. Теперь мы видим, что есть, мы же не можем сказать, а вот у Запада и у Американцев вообще ноль проблем. И все у них хорошо, и вот у них проблемы и прочее. Итак, значит, это означает, что как минимум Владимир Зеленский получил сигнал от своих западных кураторов непременно добиться разговора с Евгенским. А это означает, что Запад потихонечку подбирается к теме урегулирования, потому что арсеналы пусты. Перезапустить ВПК они на сегодняшний день из-за отсутствия энергогенерации не могут воевать. И с нами, и с Китаем они не готовы. Это зонтаж этой большой темы. Это признак и маркер того, что Запад, они с некоторых полей потихонечку начинают отползать только лишь для того, чтобы потом набраться сил. Поэтому не думаю, что на этой метине... Китай-то знал. Поэтому инициатива миролюбивая, это вообще красиво. Ибо блаженный миротворцы вообще правильно всегда говорят, если ты стоишь в стороне от конфликтов, нужно говорить, нужен мир. Правильно? Мы тоже всегда так говорили. Верно? Мы никогда не приветствуем войну, гибель людей, разрушение... Нет, безусловно, конечно же, нет. Все понятно. Поэтому хороший тон на мировой арене говорит «мы за мир». Правильно? А эту же инициативу проявил Китай. После того, как Китай не без нашей и российской помощи, а тут я вам это говорю как иранист, как вишенка на торте удалось в Пекине свести Саудовскую Аравию и Иран в старый конфликт, но не дошедший до военной, до вооруженной партии, только через Прокси. Это происходило. То есть напрямую они не стали... Подписать соглашение о мирном урегулировании и разобновлении дипломатических отношений. Китай получил имидж миротворца на мировой арене. После этого выдвинул инициативу по Украине, которая, казалось бы, ни о чем. Миру мир, войне конец, всякая война оканчивается переговорами, нам необходимо урегулирование. Отлично. Вы что на это ответили? Не сказали, а мы что против, что-то мы разве за войну? Нет. Отсюда, конечно, в дурацком положении наши поклонники ФСШ-тега нет войны оказались. Ну, в общем, довольно забавно это все выглядит. Тем не менее, я хочу сказать, что этот сигнал в Пекине получил еще от своих западных кураторов, это означает, что Запад в сегодняшней войне не готовы и собирается набрать силы. Но это не означает, что наивные люди в Москве, наивные люди в Пекине, в Тегеране, или еще в Путинке, если это понимают, то я наивлю. А вот как дальше пойдет игра, это большой вопрос. Ну, как вы думаете, в Китае действительно трезво о своем ситуации? Нет, не будет такого, знаете, когда роль миротворца, она будет, скажем так, самих себя изнутри будет к чему-то обязывать, уже к каким-то новым шагам? Вот с моей точки зрения абсолютно не принижая ни величия Тегерпина, у которого корона не упала в головы приехать в Москву, правильно, на три дня. Ведь не упало же ни величия Китайской Народной Республики, которую я безмерно уважаю, ни величия китайской централизации. Просто, понимаете, высокомерие никогда не будет хорошим советчиком. Поэтому британцы, например, консервативные британцы в своих статьях пишут о том, что именно высокомерие подводят Америку и подвело ее, как они считают, и именно поэтому они считают, что американская факсия, она обречена. Это они пишут, это не перехватив ценностью, это не какие-то там антикоподники в России. Вот. Вот Китай, это его сгибает, по крайней мере, по внешнему контуру, пока эти страдают. Я бы слышал. И это всячески показано. Вот я всегда считала, что для Сыгинчика поездка в Москву была в какой-то степени даже важнее, чем для Владимира Владимировича. Для Владимира Владимировича это было очень важно. что все-таки великая держава, член Советского Союза, Китай, спина в спине, после этого мы с вами увидели визит, трехдневный опять же, пинистра обороты, вверх, все за закрытыми дверями, практически. И мы понимаем, что на сегодняшний день вряд ли китайская сторона без консультации, имея постоянный рабочий режим консультации по разным ведомствам с Российской Федерацией, не будет учитывать настроения и знаний или данных, которые будут по этому поводу давать Российский Федерат. Меньше всего Китай хочет потерять 500, в этой ситуации. И вы знаете, что для китайцев, для китайской культуры потеря лица это снег. После этого надо наложить все дорожки. Поэтому Китай будет действовать очень осторожно в этом плане. Видите, графа назначили спецпредставителя, который будет разбираться. Ну и не случайно кандидатура, мне кажется, этот спецпредставитель был послом в России. Знает больше, чем другие, скажем так, про то, как у нас у славян тут многое устроено. Вместе с тем, коль уж заговорили об этой части планеты, Китай и Россия, ну или Россия или Китай, как вам больше нравится, застрельщики в таком интеграционном объединении, как БРИКС. Безусловно, они там, скажем так, главные скрипки. Никого не будем списывать со счетов, и Бразилию, и ЮАР. И новость о том, что Аргентина собирается вступать, и, в общем-то, благосклонно все члены существующие этой организации восприняли это желание. Она, в общем-то, переполошила, как мне кажется, часть западного мира, которая кое-что понимает. только КАТ-ТНМ, потому что ФАРМАТ-ПРИКС и ФАРМАТ-ШОС это пока только форматы. Все приглядываются. Это пока еще не институт общественных видов международные. Понимаете, это международная организация, но они еще не институциализировались. Вот это очень важно. Они как бы находятся в состоянии роста, прикидок, приглядов и так далее. Мероприятия проходят, саммиты, то есть встречи на высочайшем уровне и так далее. Пока все приглядываются, потому что мир находится в переходе. Вот самое критическое время перехода, оно до 25-го года. Самое критическое. Там дальше уже поглубже будут вот эти тенденции. Так вот, ИШОС и ПИКС имеют шанс стать новой организацией объединенных наций. Знаете, я, честно говоря, была вообще несколько поражена. Я, наверное, лет 10 назад в открытой публичном пространстве говорила о том, а почему это, собственно, что такое вообще здание ООН, тут проблемы какие-то возникают в Соединенных Штатах. Страна стала доминантом. Тогда еще, когда ООН там строили, это было действительно удобно для всех, это коммуникационно было удобно для всех и так далее. И плюс материально, потому что старый свет был сильно разрушен просто. Это надо понимать. вот, а сейчас-то это все выродилось и вся эта бюрократия ООНовская танчит подпутку Белого дома или каких-то других стран и политика надо переносить, сказала я, в штаб-квартиру. И Даша сказала, хотя бы филиал штаб-квартиры он в Женеве находится. Вообще все в Женеве. С языка сорвали, почему бы это не могло бы в Швейцарии? Вот, я так и сказала, давайте в Женеву. Кстати, брат моего мужа как раз работал именно в пресс-центре, он был ректором пресс-центре ООН именно в Женеве. Вот, давайте пусть будет хотя бы в Женеве. Есть и другие, например, не присоединившиеся страны. Ну, может климат не подходит Индия, да, климат тяжеловатый может, да, как-то умерен. Вот, другие какие-то подыскать страны, давайте чему-то нет. Порок, предположим, там, может быть, поставить. Я сейчас обоум-латоре говорю. Вот, но я это говорю, вдруг это говорит, Лавров, вот так было интересно и здорово. То есть, уже, понимаете, сами коры, как хотеть. Насколько это будет вообще ударом для тех же Соединенных Штатов, если вдруг вот этот вот, будет ли сохраниться это название Организации Объединенных Наций, либо нет, либо это будет что-то другое, заменяющее, более-менее полноценно. Но сам факт, вот центр, скажем так, сбора всего мира, да, ну, ведь так же ООН задумывал, что все государства мира собираются вообще что-то решать. Планетарные проблемы. Переместиться из, а уже не важно куда. Это же, это, наверное, покруче, чем отказ от доллара, наверное, с точки психологической точки зрения. С точки зрения психологической, да, я хочу сказать, что именно Штатов Ритм имеет шанс стать застрельщиком этого нового института. В конце концов, я вам напоминаю Квалиды Канцедра, потом Вторая мировая война, потом Организация Объединенных Наций. Ну, новое название, третье какое-то название придумали. Ну, не суть названия, абсолютно, да. В конце концов, извините, пожалуйста, но я вам напоминаю, даже тот же Вестфальский Дагогов создавался для того, чтобы как-то урегулировать конфликт. Верно? Более того, идею Евросоюза в начале 18-го века изложил Аббат Сан-Кер француз. Между прочим, без России он не мыслил Евросоюз. А вы заметите, что сейчас происходит и что мне очень не нравится в нашей пропаганде или контр-пропаганде на федеральных средствах массовой информации. Мне не нравится то, что говорим о нашем развороте на Восток. Первое, потому что я не хочу никуда разворачиваться, будучи гражданкой великой страны. Россия великая страна и цивилизация. Никуда она ни в какие стороны вертеться не должна. Она должна стоять, вот, ну вертеть только голову, естественно, как салам, понимаете, на 360 градусах. Чтобы никто не напал и не навредил. Мы должны стоять на месте. Это первое. Поэтому мы не флюгер, чтобы куда-то разворачиваться. Чтобы получать, понимаете, это подсознательно, что до этого мы на запад смотрели попой к востоку. Ну подсознательно это же звучит идея какая, что значит до этого, ну люди, которые так говорят, то есть они понимают, что до этого они были повернуты полностью на запад. В их понимании. А мне все это кажется понизительным. Меня скорпил. Для таких людей, конечно, есть какое-то понятие разворота. Запад. Были на запад, сейчас на восток. Как это сказать? В моем образовании с детства с рождей и западной, и восточной цивилизации и культуры играют огромную роль и заслуга того самого восходившего запада с 16 века огромна в сокровищнице человечества. И пусть все идут куда далеко и на полгах куда хотят, потому что я от этого ни за что не откажусь. Точно так же, как для меня цены западной, то есть восточной цивилизации. Вот и я их знаю, люблю, ценю и считаю недооцененными. И слишком высокомерно оказалось отношение западных цивилизаций к отношению восточных. И это их ошибка. Большая ошибка. Некоторые деятели западных цивилизаций даже это понимали. Но, к сожалению, мне удалось эту идеологию ориентализма изменить. Но это их ошибка. Это не значит, что у них нет подтяжения. И я никогда от них не откажусь. Не от высот духа и так далее. Вот весь этот пафос в связи с этим. Я хочу сказать, что никуда мы не должны разворачивать. Что Европа для нас цена точно так же, как и Азия. А вот все эти демарши, что мы разворачиваемся на восток и тьфу, на вас Запад, означает, что мы идем по плану Бжезинского, который говорил, что Россия должна стать азиатской страной. Все возможно. Посмотрите, что сделали с украинцами. Достаточно осторожно применять хитренькие методики, и все возможно. И более того, это не случайно звучит на федеральных средствах массовой информации. Постоянная фрустрация и рубань в адрес Запада. Мы обсуждаем действительно каждый чип и каждое движение Байдена и совершенно не обсуждаемо. А чем так занимается все ДНК каждый день? Верно? Или на рендер-ходе? А это не менее интересно. Поверьте мне, то, что происходит на ближнем и среднем востоке и на дальнем востоке. Не менее интересно и не менее важно сейчас. Я вот, например, отследила довольно любопытный момент. Где собираются Соединенные Штаты выстраивать новый свой формат очень серьезный цели индустриализации аук в Австралии? Это было ясно с самого начала, что на Америку они уже махнули лапкой, и по большому счету и американцы им таки не как говорится, извините. И что они будут делать это в Австралии? Но Австралия, собственно говоря, тоже еще не имеет достаточного потенциала и нужных энергогенераций для того, чтобы перезапустить военно-промысленный комплекс всех этого транснационального анто как так отзывается анто Слово неверное термин некорректный Ну просто вошло в обиход Да, некорректный термин просто я хочу сказать что я это понимаю Да, но на что они опираются сейчас и уже начали опираться А, на Южную Корею между прочим которой мы Россия поступляем в обогащенный франк 60% энергетики на эти находы И Южная Корея там в ЭПК заработала как там они горюют и поэтому полейки сейчас получают вооружение А это класс Юрия под Бог понимаете да То есть ударный кулак снаряжают за счет Южной Кореи Это очень серьезные вопросы и все на них нужно обращать внимание а то знаете у нас вроде Южная Корея особо против нас не выступает а мы там обогащенную рамку поставляем вооружение они поставляют НАТО Польша и между прочим это угрожает в первую очередь и нам и Беларуси давайте задумаемся темы очень важные поэтому игнорирование каких бы то ни было тем свете я вам чего-то поэтому нужно одинаково хорошо следить и за тем что происходит и в Латинской Америке и в США и в Канаде везде нельзя вот так вот целиком сосредоточиться на этом и на Западе у нас есть потенциально их не может не быть хоть только по линии сохранения традиционных ценностей их не может не быть и зачем мы будем от них отказывать с чего это мы собираемся куда-то разворачивать то мы бы должны взаимодействовать со всеми как и с нами окажется по пути ну это знаете как с отменой русской культуры там сейчас популярное явление они решили отказаться ну так они сделали себя беднее и вот повторять мы ни в коем случае этого не должны чтобы себя не обеднять вот и все а они уже как хотят наш вторичный все же в том что ей богу вот я не знаю как ваше средство информации а мне приходится мониторить я иногда для того чтобы признаюсь для того чтобы меньше глаз портить меньше читать текст бывает я как бы вот мониторю настроение как бы информационное поле хозяйничают там дом если есть возможность и слушают какие-то ток-шоу и так далее но одна Америка одна Америка чуть-чуть еще идет Европа Германия Франция и ничего почти больше о Китае об Индии о других странах о Латинской Америке говорят только если они как-то в этом же поле рядом с этим Американо с европейским полем зазвучали вернемся на самую сложную территорию сейчас есть такое мнение что стратегия пока еще гегемона все-таки Соединенных Штатов там я согласен с вами что да прощупывают сейчас варианты как можно более-менее безболезненно наверное все это заканчивать с меньшими потерями но вместе с тем оставить после себя там ну такой второй Афганистан где все против всех и яркое свидетельство тому сейчас вот этот церковный разжигаемый абсолютно конфликт к слову сказать на самой западной Украине ведь православных очень много именно православных приверженцев УПЦ а не ПЦУ и там и храмы горят где-где на западенщине где вроде бы казалось бы там в принципе должно быть традиционно католическое влияние но нет и это все звенья одной цепи и в общем-то такое останется дикое поле где все против всех ну в общем-то второй Афганистан если сравнивать вот в таком ключе эти две территории то кто заработал зарабатывал на войне в Афганистане это те же люди которые сейчас зарабатывают на войне на Украине давайте я как-то в КНЕС вопросом на вопрос а вы хорошо себе представляете социальную структуру общества в Афганистане почему никому никакого завоевателя не удавалось закрепиться в этой стране я там не был честно скажу представляю насколько это важно я знаю что вы там были поэтому я и спрашиваю у вас значит в Афганистане структура которая пережила древнейшие времена средневековые и всех переживет там пирамидальная так называемая хаоумная структура значит есть смесь условная я сейчас говорю который является патроном для своей клиентелы он обязан ее окормлять поэтому я могу сказать что вот эти племена и народа они объединены вот в такие пирамидальные структуры которые объединяют этносы дальше идет межэтническое межэтнические отношения вот эти же старейшины эти главы клиентел они между собой договариваются поэтому когда например ему выгодно он талиб когда ему не выгодно он коммунист и так далее совершенно не важно главное он должен окормлять свою клиенту внутрь нее попасть невозможно более того это очень демократичная структура в смысле что он может передавать этот пост наследству своему сыну но если его сын забухтыга развратник и наркоман то старейшины уже внутри рода никогда его не утвердят всегда после смерти вот такого королька непременно они если он достойный там всегда достойный потому что иначе племя вымрет да и ему хана потому что без своего племени никто и звать его никак понимаете это взаимный интерес это родственные связи поэтому так все струится на вот этом взаимном доверии туда принят чужаку невозможно совершенно вот и поэтому всяко как только им не нужен внешний любого внешнего актора они в конечном итоге даже те кто убивал друг друга в других обстоятельствах и сгоняют Украина не имеет такой социальной структуры правильно она скроет она совершенно она скроет из минимум трех абсолютно не сшиваем трудно сшиваем территорий попытка создать территорию населения древних укров потоков древних укров обречена вылечить их можно для этого нужны методики которые применяются в отношении тех кто прошел воздействие тоталитарных всех ибо на сегодняшний день официальный украинский мейнстрим это тоталитарный сектор и ведут они себя с жестокостью в тоталитарный сектор долго это продолжаться не может потому что пример я вам приведу еще один пример сам стол это старик горы и знаменитый ассасин средневековье ребята контролировали весь шелковый путь убили кстати Фредерика Барбарошу как вы помните да папу Римского убили и вообще их влияние боялись все от Ханполыка до Парижа они по всему миру действовали а сеть была потрясающая дисциплина потрясающая это был вот этот ассасинский орден и известно что тот же старик горы он мог он демонстрировал что такое дисциплина и послушание подойди к окну и там скала выпадает прыгай молча без пропедрения человек подошел и прыг насмерть вот то есть вот так было их власть была очень велика их все боялись всякие шахи ханы и разные прочие пытались с ними бороться об этом довольно много написано пока они не надоели социум дело в том что их поддерживал социум они социум окормляли как рыцари они подпали социум так а потом они привыкли к этому ко всему и в общем-то они уже социум стали угрожать потихонечку их стали сдавать они были неуловимы совершенно вот тут это не работает социум в конце концов хочет покоя хочет кушать кладиться ездить на шашлыки то такое состояние от мобилизованности не может пребывать эта энергия закончится не надо думать что она печь она прогорит я не думаю что она вечна и вообще глупо мне кажется так думать человек действительно не может в таком состоянии быть все время на нерве ну скажем так на пике вопрос сколько ввиду того что страна ведь большая и людей много хорошо я вам скажу сколько сколько это может продлиться вот вопрос обратите внимание на то что суды по потреблению в сегодняшней Украине проживает не 60 миллионов по 25 ну это там понятно 60 там там и не было по-моему даже в Советском Союзе если я не ошибаюсь тут 50 с чем короче половин значит вся эта эпоха последних лет это критическая депопуляция представьте себе что в России проживало бы половина так что проживало бы в РСФСР и то мы плачемся что у нас трудно с этим что у нас демографическая яма русских крестов и так далее но у нас то такого не было все-таки согласитесь у них отваливал народ в таких количествах уже Россия и на Запад это первое значит давайте примем этот второе какая-то часть особенно ратикал конечно мы тут понадобятся в Аукусе в качестве боевых отрядов того же НАТО и иностранцев очевидно и они с удовольствием на Запад поедут им там гарантии дадут страх где дадут они я думаю мечтают потому что это часть которая украина за Европу а вот это вот все за Европу ну не в Европу так в Австралию поедет ну да это конечно на какой-то итерации неси для нас гроз безусловно потому что они же русские люди они показывают как они бьются они же бьются русские люди это правда но это на следующей итерации посмотрим вот а пока на самом деле некоторая выгода нам дают вот уже тактическом плане представлять ну один шок точно правоточат это Донбасс это Донецкая и Луканская области это в какой-то степени даже Херсонская про Крым я вообще молчу но по-хорошему это все Левобережье так уже ну и все ну потихонечку это все будет разворачиваться а люди они прагматичные те которые не больше настроены на обывательские позиции сделают вид из таких родителей за украинскую независимость в общем-то прагматически поняв что их обманули а жить то в общем надо и так далее дома у себя будут бухтеть как это было да такой поклядский национализм он никуда не ленится вот но прагматически как они понимаете меня всегда прошало как грушевский и советская власть сказал ты не хайбой произойдет то же самое понимаете вот эта матрица она произведется в очередной раз в конце в конце концов Богдан Хмельницкий а потом его сынуля Юрий такого он вытворял что в конечном итоге в Турцию сбежал турки его назначили ответственным своей территории вот эти вот которые еще Россия не споевала да так он там так себя вел что турки его казнили за жестокость и преступление которое он совершал на этой территории ну что не так что ну если Мазепу вспомнить там вообще измените пожалуйста это вообще звучит как анекдот что Османская империя казнила украинца или как там да малороса за жестокость причем не в Турции он эти преступления совершил а на своей же родине а это факт что же он должен был такой творить да то бишь в любом случае соглашусь с вами в том что концовка она в любом случае примерно такая сколько вот это общество которое действительно вы абсолютно верно подметили похоже очень сильно на тоталитарную секту причем вот когда все это начиналось когда вот эти вот шествия эти непонятные люди все говорили да это националисты но это как они воспринимались как какие-то маргиналы что-то несерьезное да ну это есть в любой стране все говорили конечно это там самые радикальные элементы но когда стали люди знаете которые вот выглядят абсолютно как советские люди вот советские они даже их там сложно определить кто они русские украинцы белорусы вот смотришь на их они советские люди и когда они начинают просто вот эти мантры вслух произносить которые вот последнего времени которые когда-то начинали произносить вслух вот именно как раз все в татуировках в прапорах с прапорами и так далее ну думаешь ёлки-палки что с вами сделали то вот тут как это извините пожалуйста еще далеко ходить вы пережили в Беларуси события но ведь ваша оппозиция которая вышла она тоже велась как-то тоталитарная секция иррационально и очень ожесточенно другое дело что она все-таки ну не смогла вот эту трезвость белорусов победить и в том числе пример Украины и люди сказали не-не-не вот это вот дальше это все дальше болтужинки прыжки вот это вот нам не надо вот этого безумия ничего этого нам не надо сказали люди это трезвость народа вот она сработала поэтому Украина к сожалению стала жертвой во всем но ей то пример а теперь посмотрите на нашу так называемую либеральную интеллигенцию тоже тоталитарный сектор наша русская интеллигенция не вся но я в любом случае она в своей вот этой маргинальной релаканты и прочие рукающие якобы Путина рукающие а на самом деле называющие народы идущие за Путиным калуями понимаете да это же признак чего гностической сикты потому что гностики они обладают неким историческим знанием которых не обладает темная масса правильно они же так себя ведут я не уверена что все они знают что такое гностики а им и не надо зачем им не надо да но ведут они себя именно так они ведут себя как тоталитарный гностический сектор как такие знайки которые лучше других все знают которые самые правильные а так ведут себя именно этот тоталитарный сектор потому что нормальный человек сомневался нормальный человек критичен понимаете ни вам ни мне нас достаточно устраивает что мы не живем в странах где за нашу свободу высказанную мнение или за критику но конструктивную обоснованную критику в адрес каких-то управленцев и даже первых ведут ничего мы знаем с вами что с нами ничего не будет мы будем продолжать выступать над ним берут вы не раз это делали и так далее но мы никогда с вами не придем в голову вести себя как они а им задаешь вопрос и чаще всего их адепты уже ниже клоями как а почему Лукашенко должен уйти а почему Путин должен уйти а дальше я обычно спрашиваю я спрашиваю а вы на их место хотите сесть в это кресло причем я очень вежливо спрашиваю обычно люди говорят нет я говорю а а почему должен уйти потому что плохой человек и давно сидит я говорю и все а как вы считаете а какой хороший должен прийти они называют людей у которых нет компетенции это следующий вопрос я говорю как вы считаете человек который управляет государством первым он должен быть хорошо разбираться в интригах окружения правильно семь будет человеческий факт кто-то кого-то не любит кто-то еще подсиживает ну это понятно так устроен мир к сожалению да он должен все это ухновешивать он баланс создает между этими группами чтобы страна не валили вперед значит есть силовой структур есть внутренние правила есть внешний контракт народная политика он должен обладать хоть какие-то компетенции хоть в какой-то цели или в поездке силовой спецслужбистой или еще или в экономической или лучше желательно он и так и там бы приобретал некоторые знания на эту тему меня глубоко поросило я спрашивала Ельцин когда стал президент он проходил ускоренный курс молодого бойца в генштабе чтобы у него были бы правильные представления все военные безопасности мне сказали нет но как понимаете да а человек держал в руке преслаутый ядерный чемоданчик ядерный чемоданчик совершенно верно вот вы можете себе это представить значит я говорю то есть ваш хороший человек который вообще не владеет компетенции мало того прежние его будут саботировать он их должен заменить на своих правильных всех выгнать старых а они будут саботировать вы понимаете говорю милые граждане что вы изберете своего любимого симпатичного хорошего человека а дальше говорю у вас вода перестанет течь эспирант просто и отопления не будет вам быть нечего корина Александровна мы вот много говорим о том насколько это важно и опять же ну вот вы говорите пример-то вот он ну тот же тот же действующий президент Украины какие у него компетенции да по управлению государственным вот вам пожалуйста да понравился в сериале одна и та же схема вопросов нет в сериале был хорош красив умен все все было хорошо роль говорит что на колени встанет перед тем кто прекратит войну пожалуйста да на все готов и вот пожалуйста вот вот он уже и президент получите шел с лозунгом прекращу войну под любым предлогом развязал еще больше по факту потеряла Украина уже сколько территории и сколько населения самое главное для нашего населения Белоруссия и Россия которая очень критично обрела шишек получала за многие да эти 30 лет после развала Советского кстати важно важно говорить правду а сейчас справа лютуют лихие народники слева бесчинствуют низкопоклонники сверху крозят обещают сажать ну и куты крестинина бежать понимаете повсегда и в том числе такие эксперты как я находимся в этой позиции я смотрю направо смотрю мне не нравится эта антизападная пропаганда например потому что дошли уже до того что говорят о поляке они я говорю вам не стыдно у нас Рокоссовский был поляк всю жизнь с польским акцентом говорил у нас граждане наши сограждане поляки патриотичнейшие люди а получается уже понимается на весь народ подвигают это все ну разве так можно что в Белоруссии поляков мало нет что у нас да еще почеши белоруса там обязательно обнаружится где-нибудь какая-нибудь польская бабушка прабабушка ну примерно так да ну нехорошо это нехорошо и более того я же знаю поляков я должен вам сказать что у нас кстати такого нету что вот поляки поляки у нас как-то у нас как-то есть все-таки и и в этом мне кажется и заслуга большая и Александр Григорьевич в том что он всегда даже обращаясь вот в сторону Польши он всегда подчеркивает не польский народ а именно те элиты которые сейчас находятся у власти да вот он их разделяет да мы же с вами еще и простить что я вот перебиваю мы же с вами еще и знали поляки они тоже разные их настороженность например в адрес России она понятна но то что они тоже среди них есть очень трезвые люди которые понимают что сегодняшнее их руководство это крайности и их немало а я даже знаю польских диссидентов которые не в Россию уехали а в частности Брюссель Париж и так далее они мне знакомы и они как раз совершенно не страдают этой животной русофобии и говорят такие глупости никогда их не скажет как этот самый премьер Польши я вообще не представляю себе вы можете представить например такого великого кинорежиссера как Шиштофа Занусе который католик который как вы знаете был советником у Иоанна Павла II да он такой фанатик католик вы можете себе представить чтобы Шиштоф Занусе плевал бы в сторону русской культуры и русской цивилизации да никто нет мы возвращаемся к старой истине что нет плохих народов народы в принципе я всегда говорю никому мама в детстве не говорит плохого любая мама и своему ребенку начиная там с вот такого вот размера учит только хорошему что польская мама что русская что белорусская что и украинская мама но дальше когда эти вот ребята уже вырастают возникает немножко другое влияние и тут начинается проблема я не очень с этим согласна потому что в семье воспитывается отношение к другим этносам другим семья воспитывает отношение к другим ну может быть опять же если говорить как что сейчас все признаки тоталитарной секты среди огромного количества людей на Украине то да и ну видео которое показывают иногда как эти ничего не понимающие дети там изигуют и что-то там кричат это ужасно конечно но но тут хотя бы еще есть надежда на то что это у этого ребенка еще можно скажем так переформатировать а вот его родители уже наверное вряд ли перекраситься Юрий легко перекраситься если только сами перекраситься как националисты эти которые создавали эту Украину искусственный конструкт тогда из Львова потом вдруг ай живи Родянск Украина кричали и чего и как вспомните Трубчука который то самое уж на что был прям кондовый коммунист да потом вдруг обнаружилось что он там оказывается в душе это пандеры да ну боже по ней такие люди всегда найдут свою нишу и простите пожалуйста в любом народе те люди которые быстрее переобутся да но все равно здравое абсолютное начало опять же в любом народе оно в большинстве вот вот тут вот вы меня не переубедите в любом народе это есть всегда есть какие-то крайности право лево я сейчас скажу но на короткий на не очень длинный исторический период народу всему можно свернуть но опять же человечество все это в своей истории проходило просто в разных в разных точках географии и все это рано или поздно заканчивалось так или иначе да кто-то просто перекрашивался или переобувался как там удобнее сказать но в целом то все равно это заканчивалось и здесь закончится я видела покаяние я видела покаяние некоторых людей вот которые там прошли воздействуете калитарно всех я разговаривала с социопсихологами попросила просила оценить это же видео к нему да вот помните был такой даже эпизод у нас показывали как мужик пытал человек он думал что он его убил и потом этот человек захотит и он встает перед ним на долине украинец который пытал этого донбасс к мужикам да он стоит перед ним поколение я и несколько таких сюжет мне очень любопыт мне все в один голос сказали это чистый театр все их покаяния не стоит ничего вот есть такое понятие в некоторых уступах в частности в некоторых уступах арабского ветра или принцип цель оправдывает средства и они готовы плакать на колени вставать и так далее и тому подобное как только вы их отпустите он будет делать все то же самое и еще хуже вот я не верю в их покаяние вот это очень нужно вот покаяние этих радикалов нельзя повесить все их не вылечишь ну значит есть другие средства и опять же человечество за всю свою историю их знает хорошо как их применять и как это работает человечество нужно всячески показывать что этот радикалист во вред основной массе всегда что основная масса всегда от этого проиграет вот эту память нужно утверждать вот как с ассасинами я вам сказала вот пытались там и войну и так и сяк и косяк и ничего не получили пока просто народ мне надоело их не начали почти все и дети сосед есть агахан их возглавляют но они уже не занимаются и не контролируют потоки мировой торговли все контролировали тогда все спасибо вам огромное Кориняя Санна за разговор за ваши блестящее рассуждение и оценки вам спасибо пока